Ну что, всё, давайте начинать. Итак, всем официально здравствуйте, всем тем, кто смотрит нас вживую и имеет возможность задавать вопросы, и всем тем, кто будет нас смотреть в записи, и это значит, что мы полезные штуки всякие делаем. Сегодня мы будем обсуждать, разбирать и с разных сторон смотреть на такую популярную, известную многим тему, как логический уровень. Несмотря на то, что информации в интернете и в литературе об этом масса, вопросов у людей, участников тренинга тоже масса, потому что действительно, когда мы говорим о жизни в целом, о системном подходе, возникает много всяких нюансов, которые было бы интересно рассмотреть с точки зрения использования теории логических уровней. Вот этим сегодня мы и займёмся. В своё время, в своё время, Гилдс, один из апологетов, если я правильно это слово употребляю, развития NLP, один из тех, кто формализовывал моделирование в NLP, логические уровни, по сути, был вынужден разработать для того, чтобы иметь возможность описывать вот ту самую внутренний мир человека, ту самую карту, из которой мы действуем, в которой мы существуем. То есть мы помним, да, что ни один человек, ни мы, ни вы, никто не живёт в реальности напрямую. Новость для всех, да. Новость для всех, да. Вот как бы вот, а вот недавно вышел очередной Пелевин, он снова про это, да, поэтому вот как бы, кто его не читал, почитайте, он про это подробно объясняет, почему мы не живём в реальности. Вот. И, собственно говоря, да, вот это вот наше восприятие реальности, наше её внутреннее отражение, оно тоже там, ну, многоплановое. Мы же не можем сказать, что просто вот там видим картинку и всё. Нет, где бы мы ни находились, да, мы видим картинку, мы выделяем какие-то объекты, причём одни объекты мы видим, другие не видим. Мы в этом, в этой картинке, ну, там ряд возможностей видим или не видим, да, а что-то, что-то побуждает нас там действовать, ну, вот нахождение в этой самой картинке, да, или не побуждает. Вот, мы потом, что ещё там у нас, да, наши какие-то навыки реализуются или не реализуются. Ну, и дальше, 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 то есть, потом уже поведение, если говорить про окружение поведения, достаточно сонсорные вещи, они могут просто отличаться тем, что там вижу я, тем, что видит Юля, например, в одном и том же месте, да, или любой из вас. Но дальше уровни уже уходят в условную глубину человека, вот, и уже, ну, ни в каком месте не видны там ни ценности, ни идентичности, ни вот те самые стратегии, то есть, но они есть, и это разные уровни абстракции, разные уровни описания этого опыта, собственно говоря, почему их надо вводить. То есть, иначе мы, иначе, ну, без структуры, да, без структуры мы не запутаемся, без структуры не будет понятно, с чем работать. Собственно говоря, в НЛП зачастую структуры очень важные вещи, потому что, ну, вот, содержание на самом деле, как бы, дайте, в 90% техники НЛП содержание пофигу. Ну, всем, да, ну, кроме клиента, да, терапевту, там, оператору, кому-то еще, содержание неинтересно вообще никому. Интересная структура, то, как это содержание упаковано. Логические уровни хорошая структура. Содержание упакованное в нее, да, рассматриваемый вот этот внутренний мир по этим самым логическим уровням позволяет позволяет увидеть, позволяет увидеть в полноте как бы жизни человека относительно какого-то контекста, например. Если учесть, что мы воспринимаем безумно огромное количество информации и, там, с точки зрения визуальных образов, да, что мы видим, с точки зрения аудиальной информации, что мы слышим и кинестетической, что мы ощущаем, для того, чтобы наш мозг не взорвался от всего вот этого безмерного количества деталей, очень важно, чтобы у нас были настроены фильтры, которые эту всю информацию каким-то образом сортируют, да, каким-то образом допускают в наше сознание и, конечно же, тем самым они управляют нашей жизни. И вопрос в том, насколько вот такая система фильтров, ну, адекватна, насколько она дает тот самый результат, который вы хотите получить, да, нравится ли то, как организована ваша жизнь, то, как организовано ваше обучение, ваше развитие, там, профессиональная деятельность или не очень нравится и хотелось бы поменять. Поэтому с некоторой точки зрения мы можем рассматривать логические уровни, как вот некую систему правильно, хорошо настроенных фильтров, чтобы систематизировать все то, что мы воспринимаем, все то, что мы уже знаем и имеем в нашем опыте и использовать для своей жизни. Вот есть смысл подходить к этому в том числе с такой точки зрения. Давайте, Александр, телефон громкий, слышно плохо. Тут техническая штука, мы можем чуть-чуть погромче говорить, но вот эти все микрофоны, все, как обычно, ничего лучше мы здесь сделать не можем, никаких крутилок у нас нет. Но будем иметь в виду, да, что это там не везде хорошо. Да, и, пожалуйста, если можно, сейчас тоже нам отпишитесь. Это вот только у Александра, да, так, со звуком, или там это массово, чтобы мы тоже немножко понимали. Иногда написали, что нас слышат, кто-то писал, что не слышит. Нам нужна обратная связь там по этому поводу. Да, ну а мы пока будем двигаться дальше. Кирилл, одна из самых важных тем в НЛП не логический уровень. Все верно, Кирилл, все правильно. Более того, по своему личному опыту я занимался, занимался НЛП поначалу по книгам, то есть примерно года два, наверное, я занимался исключительно по книгам без какого-либо, без какого-либо там тренингов и чего-то еще. Так вот, она, логический уровень темы оказала, наверное, наибольшее влияние, потому что просто одно ее понимание, просто прохождение по ней, да, просто умение вот так вот, ну в таком порядке, например, подумать о своей жизни, вот тот самый коучинг, да, о котором мы и говорим, это, 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 наверное, вот и есть вот тот самый, тот самый хороший, хороший инструмент коучинга. Вот. Давайте по ней еще раз пробежимся тогда, да, немножечко, немножечко пройдемся по этим самым логическим уровням. Окружение. Уровень сенсорный. Да, там, мы сегодня махаем руками на носки. Да, я буду вот так вот указывать. Да. Первый уровень окружения, да. Уровень, уровень окружения. Уровень, уровень, на котором мы воспринимаем там некоторые статичные объекты, мы выделяем объекты там из окружающего мира, там, что, где, там, кто, что стоит, что лежит. Люди там находятся на этом уровне, но люди там как биологические объекты, то есть просто вот некоторые там сущности вот такие вот, да. И просто вот, ну, с точки зрения там систематизации, да, уровень окружения, ну, первичный, наверное, фильтр восприятия реальности. Это вот на этом уровне девочки видят много цветов, а мальчики видят мало цветов. Это на этом уровне, когда... Смотри, какие мальчики. Да. Это на этом уровне, когда мужчина открывает холодильник, значит, смотрит внутрь, и у него там ничего не понятно, например, да. Вот. То есть это те самые, те самые, те первичные фильтры. Понятно, что за ними стоят, за ними стоят... Саша, сейчас уже не можем. Пока, пока нет. Сейчас уже как есть, мы, вы пишите, пожалуйста, мы это учтем к следующему эфиру. Мы на все обращаем внимание, не всегда, может быть, можем реагировать, потому что тема важнее, но мы все читаем и обращаем. Зеркально писать, это мы потом освоим этот навык, тренинг сделаем отдельный по зеркальному письму. Вот. Значит, идем дальше, да? Это вы вот это имеете в виду, да? Я потренируюсь, Саша, обязательно. Да. Вот. Следующий уровень, уровень поведения. То есть уровень простейших каких-то, опять же, сенсорных, но движений. То есть где там что-то как-то движется. Но очень, опять же, очень просто, очень понятно, очень сенсорно. Главная фишка – это именно прохождение сенсорики, разница сенсорная. Разница сенсорная между первыми и двумя уровнями – это мы можем передать кому угодно. И уровням там третьим, четвертым и дальше. Уровнями, которые уже находятся там глубоко в голове. Вот. Что конкретно делает? Основной вопрос от этого уровня. Конкретно. Да, что происходит, что делает? То есть исключительно, исключительно происходящее. Вот. И тоже такой важный момент по поводу логических уровней. Их взаимосвязь между собой. Уровни верхние, да. Хаос, Павелик, это хорошо. Да, главное, чтобы забыли, из чего хаос, да? Ну, там был вообще хаос, да. Уровни верхние, они управляют уровнями нижними. Уровни нижние задают возможности для существования уровней верхних. То есть если у человека всего один какой-то объект в мире его, то есть на уровне окружения, это никак не задает, никак не задает его, ну, возможности оперировать с этим объектом. Если объектов два, да, или места два, то это уже можно. У кого есть дети, кто помнит маленьких детей, или, может быть, видели, ну, там, родственников у друзей маленьких детей. Знаете, дети там вот так вот бывает делают. Там частенько лежат, а вот и делают. Ну, если игрушки не висят на дне, они рукой так вот напыляют. Все вот эти вот игры в закрывании, вот они, простейшие действия, переключающие контексты. Там детское ползание, это тоже способ, способ переключить контексты. То есть поперебирал руками и ногами, оп, все, вбили, все вокруг изменилось. Удивительнейшим образом. Вот. Но, опять же, пока, когда объекты, когда количество объектов увеличивается, когда количество контекстов увеличивается, мы, естественно, должны усложнять и поведение, чтобы из них там лавировать. Когда количество поведений, опять же, увеличивается, когда начинают возникать, в том числе, какие-то вариации на тему поведения, то начинают возникать следующий уровень, уровень стратегий. Мы должны тогда понимать, да, то есть, как эти простейшие поведения во что складывать, как из них выбирать. Ну, опять же, там те же самые, там, примеры, наверное, про детей, да, как дети, как дети просят конфетку. Опять же, кто наблюдал за... Вот, на этом этапе у нас уже звучит вопрос не что делать, а как делать. Как делать, да, сложные, сложные поведения, ветвящееся поведение. То есть, если, например, совсем маленький ребенок, он как бы, ну, там просто, например, там плачет, да, если ему там надо внимание, если там чуть позже, если, если чуть позже ребенок начинает просто впрямую просить конфетку, он, то есть, просто приходит на кухню, такой, а можно мне конфетку, ну, это дальше возможны варианты, да, то там начинается дальше уже, когда эти стратегии, там уже приходит на кухню, смотрит на кухне папа, там, или мама, например, да, но он знает, там, папа, мама, конфетки не очень, да, спрашивает, а где бабушка? Ему говорят, где бабушка, он идет к бабушке, и там уже просит конфетку, ну, например, да. Да, и получается, что фактически стратегия определяется окружением, да, то есть, если в кухне есть такие объекты, как мама, это одна форма поведения, которая реализует стратегию. Если там есть такой объект, как бабушка, то запускается другая, другие поведенческие действия, чтобы реализовать ту же стратегию получения конфетки. Поэтому мы понимаем, что на этом уровне вот все штуки очень хорошо и логично между собой взаимосвязаны. Чем больше стратегий, чем больше... Спасибо, Александр. Спасибо. Чем больше у нас есть вот этих вот всяких разных хитрых навыков, тем более, опять же, важно нам как-то между ними лавировать, да. Вот есть две стратегии, какая из них что, какую я буду выбирать, да, для того, чтобы я управлял стратегиями, для того, чтобы я начинал как-то обучаться, переобучаться, корректировать стратегии, ну, я должен подняться на следующий уровень, я должен подняться на уровень ценностей и критерий. Собственно, это вот для тех, кто в теме, все в теме, я думаю, шестишаговый рефрейминг, да, когда мы берем стратегию, поднимаемся наверх на уровень ценностей, на уровень намерений, и уже оттуда корректируем стратегию легко вот она та самая идея что с верхних уровнях уровней мы управляем управляем легко нижними вот ценности до что важно что ценно зачем там чего до критерий какой уже такие оценочные оценочные вещи ну и в том числе и в том числе сами по себе конечно ценности тоже вот согласитесь что этот уровень мы ну сенсорно не видим это фуэнс сенсорно мы не видим никак мы смотрим на человека и мы не знаем там важно ли для него честность например или нет или там важны для него или важнее хитрость или что-то еще было бы в ряде случаев наверное удобнее если мы это видели да вот но вот уж как как случилось так случилось но определять примерно делать некие прогнозы для него важно это или неважно мы можем по базовым уровням до по его поведению и окружении если для человека вашим например да то каким будет его поведение и в каких местах с какими людьми он будет общаться понятно что если важно это одно поведение места если неважно да муж там вообще не там в принципе он там и близко около этих там мест библиотек учебных заведений там и не появится да вот поэтому опять же вот эту стратегию мы начинаем простраивать чуть чуть больше с большей системностью вот на этой кстати идеи данной идеи взаимосвязи уровень уровне работают и вот инструменты которые работа с ценностями и критериями которые мы упоминали в нашем эфире по поводу отношений которые мы упоминали в эфире по поводу структуры манипуляции техник боевой муки то есть это все здесь проход от ценностей до проход через вот эту всю структуру дону до сенсорного подтверждения как я узнаю сенсорики что моя ценность реализует или не реализует как я узнаю опять же в сенсорике через стратегии все остальное что что некоторые критерии реализуются а некоторые не реализуются то есть нам вот эти вот вещи тоже тоже интересны тоже важны естественно что если у нас какая то ценность например присутствует то она будет управлять там поведение и от поведения будет переключать контекст и да еще тогой из какой-то ценности не присутствуют то часть вещей нам будет недоступно ценности опять же чтобы мы могли их переключать там включать как-то оптимизировать мы должны подняться на уровень выше и тогда такой вопрос а что что может переключать ценности что переключает например мужчину который то есть на работе там у него там деньги там управлять там не знаю там пин пинать там всех такие например вещи и приходит домой и он такой там нормально мягкий добрый такой человек там у него семья что его переключает переключать идентичность и вы переключает то что он на работе на директор до дома он например то вот это старый старый анекдот да если если у мужчины рождается сын мужчина становится отцом если у мужчины рождается дочь мужчина становится по пулечкой вот это идентичность идентичность также это социальная роль фактически отвечает на вопрос кто я кто кто я как набор как набор вот этих вот ценностей там еще то есть человек бренд вот такой вот да ну и да и человек бренд за некоторыми фамилиями у нас стоит известный и понятный например набор ценностей критериев и всего остального за некоторыми ну там за другими если фамилия неизвестная то может быть известна социальная роль кто такой рыбак да есть такие рыбаки да вот рыбак это кто и соответственно за этой идентичностью там простроена вся пирамида построена дырок нету ну там в редких в редких случаях до в редких за редким исключением дырок пирамиде нет потому что если они есть то это мы как раз таки называем там и вербовочной уязвимостью и либо мы называем там фрустрирующим кем-то мероприятиями то есть если нету нету что у нас немножко связь ага дернулась если например у нас стратегии зачем-то не стоит да то скорее всего это как раз так она будет вербовочная уязвимость ценность есть а сенсорика к ней не привязаны какая если стратегия есть но такая такая сильно умозрительная а в реальности не хватает от тех самых микро действий да это будет просто фрустрирующие события то есть ценности достигать я ее хочу а а как это сделать и через какое конкретное поведение это может быть реализовано и где в каких конкретных местах об этом неизвестно да если например там человек хоть и хочет стать миллионы миллионером да и говорит там вот там я хочу стать бизнесменом ну хорошо там ну почему это важно ну допустим он знает для чего для чего это нужно там деньги успех но он например не знает как нет у него там стратегии дают каких-нибудь там коммуникации там стратегии анализа информации там маркетинговых стратегии нет их и все то соответственно я желание быть вот этим бизнесменом да я бизнесмен и ценности они будут просто блокироваться блокироваться не потому что там их нет их надо что привнести их нужно сформировать там пойти научиться попрактиковаться и это происходит не об где да это происходит конкретных местах там учебные заведения до либо там это может быть дома но опять же вы там смотрите какую-то информацию вы читаете какие-то книги и обязательно вот эти вещи при анализе отслеживать и вот эту систему простраивать собственно говоря мы как раз уже и прямую подходим к этому самому инструментарию коучинга логические уровни если так уж говорить это одна из там трех или четырех по моему технологий которые собственно из нлп плавно перекочевали в очень но в один из его вариантов тот который ай айсиев по моему если я правильно помню тот который мэрилин эткансен открытся тот который международный институт очень очень вот собственно говоря вот они туда и пришли собственно почему да почему они пришли а потому что потому что когда мы хотим стать кем-то когда мы хотим открыть для себя в жизни новый какой-то контекст чем мы должны сделать то есть для того для того чтобы в каком-то контексте человек был ну там достаточное для него например степени успешен до понятное дело что все должно быть простроено человек должен на уровне окружения видеть все необходимые объекты ну которые вот в этом самом контексте его сущего него делают до которой его организует которые его составляют то есть у нас должен быть достаточно хороший ну правильно настроены фильтры в гумане до чтобы вот это самое сенсорик она была правильная если вот тот самый мужчина который там не не различает цветов да если он хочет стать стилистом ему на такие цвета научиться различать это совершенно логично дальше мало просто иметь объекты нужно уметь этими объектами правильно манипулировать то есть должны быть то самое микро движение микро действия должна быть там микро моторик если это действие предполагает ну какой-то такой прям вот моторику там уровня тела дамы чего-то еще да она вся должна быть естественно вот такой пример да может быть его и провести потому что он очень подходит к тому описанию которые ты сейчас даешь а человек хочет стать музыкантом ему на уровне окружения нужен объект да там какой-то музыкальный инструмент да то есть без этого музыкального инструмента стать вот тем самым музыкантом которым какой возьмем музыка гитарист соответственно как минимум должна быть гитара и там это гитаре струны на руках пальцы ну то есть по минимуму вот и минимальные поведенческие навыки это вот те самые микро действия микро движения которые необходимо оттренировать которые невозможно взять где-то которые невозможно а там предоставить делать кому-то это тот что должен делать сам человек и он должен научить свое тело это дела никогда мы понимаем да когда говорит таким образом рассматривает да мы понимаем ukey хорошо нам нужно вот это нам нужно вот это значит нас потренировать потренировать пальцы хорошо потренировали пальцы теперь я умею этими пальцами там в грифт скотта дальше чего я должен уметь дальше я уже должен начинать включать навыки сложного поведения там вижу но ты распознаю ноты да там потом это пальцы соответствует им как-то вот она это уже стратегии это уже страте стратегия вот которая объединяет простые элементы поведенческого навыка сложные последовательности действий их тоже их тоже может быть несколько да там разные типы игры может быть там для правой левой руки разные темы но то есть это это что-то там должно быть стратегии стратегии опять-таки ну может быть одна там базовая условно три блатных аккорда и уже музыканты фактически здесь зажать аккорд да или там дернуть струну это поведение а вот то что вот здесь делается 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 называется игрой на инструменте игра на инструменте это стратегия потом мы понимаем что игра бывает разная бывает такая бывает такая бывает такая тогда мы должны ну как-то понять для себя определиться с ценностями вряд ли там будут ценности с ноля все-таки человек уже там во взрослом возрасте например хотя бы в подростков до играет на гитаре то есть там уже все равно есть нравится не нравится да эта песня мне нравится песня не нравится это ритм мой ритм не мой ценности и критерии которые будут управлять вот этими самыми нашими нашими стратегиями да плюс вопрос зачем я играю на гитаре на для души например не играю души это например одно для для признания это другое для для тела это третье для приличия каждый современный образованный человек должен иметь играть на каком-то музыкальном инструменте и это тоже одна из ценностей и здесь мы не говорим о логике да иногда это может казаться со стороны какой-то там ерундой типа ничего себе а вот она для человека являясь эта вещь ценностью будет запускать стратегии поведения и соответственно включать определенное окружение и естественно что разный набор ценностей до ориентации на разные ценности в этой самом обучении игры на гитаре она естественно будет задавать совершенно разные стратегии ну может быть несовершенно но пойдет что разные потому что там туда играть сюда играть может быть прям радикально отличаться вот и когда там соло гитарист которые требуют разных форм тренировки да вот включения поведенческих навыков соответственно окружение у этих разных гитаристов тоже будет разная до соло это вот там в центре группы ценности у них будут запускаться разные конечно понимать вот эту логику и как следствие когда мы с этим определились до идентичность то тоже идентичность то тоже меняется вот там как раз таки и понятно какой я гитарист вот там это может быть уже и на стиль ориентации это может быть уже вот там ну и на инструмент ориентации там еще на что-то да но надо понимать что для того чтобы я в этом процессе был был там как минимум нормальный да лучше успешен то у меня вся эта штука вся вся пирамида логических уровней должна быть построена причем построена непротиворечиво то есть все все совсем связано и вот именно это является инструментом коучинга именно это является вот ну той самой коучинговой надобностью когда мы берем например листочек бумаги да и просто прописывая вот новая деятельность да и начинаем прописывать хорошо где что чего из чего чего делать буду как делать буду зачем буду где кто я там вообще вот из всего вот этого да потому что наш мозг наш мозг может нас загнать немножечко в ловушку если мы на каком-то уровне не будем рассматривать ситуацию если мы не будем анализировать до доставать как ее из из понимания и это управляет до этим процессом то наш наш мозг может нам просто вот как то по привычке туда накидать вот тут тут такой наверно давайте пример вот вот например человек да пошел учиться в школу но первые классы внешних временах первые четыре до начальная школа и вот он сейчас получился получился но там все сложилось сложилось у него там по стратегиям и по поведениям его там обучали да там как-то еще но потом он переходит школу ну то что называется там старшая школа средняя школа да если он не прикладывать никаких усилий если к нему не прикладывают никаких усилий то он будет использовать все те же самые шаблоны которые были раньше поведенческой стратегии то же самое и в принципе в школе это нам ну плюс-минус допустимо да он переходит потом 10 там 11 класса выпускные классы там уже надо бы готовиться там как-то посерьезу да но в предыдущих не было таких стратегий предыдущих классах например не было таких ценностей если опять-таки не прилагать усилия если не он не его окружение на это внимание не обращает то он в 10 и 11 и пойдет с теми же самыми стратегиями с теми же самым паттернами соответственно эффект будет ниже ну это еще как бы ладно да после этого например пойдет в институт а там внезапно окажется вообще другая стратегия хотя казалось бы окружение похоже сидим тетрадки учитель все нормально же да можно делать так же да но внезапно оказывается что если ты сам не читал учебник то что-то как-то вот плохо получилось да что если ты не писал лекцию там или и нигде взять для что если того там нет ценности самостоятельности чего-то еще в обучении то как-то ой если не сформировалась стратегия самостоятельного обучения людям тяжко в этом самом институте становится вот ну предположим он как-то все равно умудряется пройти да вот это вот хорошо допустим он хорошо играл баскетболу или был старостой класса группы вот или по партийной линии сейчас вот потом он приходит на работу да там совсем новый контекст вот если не прикладывать усилий мы мозг будет стараться одну и ту же стратегию и использовать одни и те же ценности и использовать с детскими ценностями переходить там более взрослую жизнь а вот давайте посмотрим на это вот таким образом то что наш мозг экономит энергию и идет по накатанной это классная вещь но она классная в одном случае когда при качественном переходе вот в самом начале вы очень системно и логично вот проработали кто я чего я хочу но смысле почему для меня что-то является важным как это сделать да что ничего мне нужно научиться ли я уже умею нужно включить где это будет реализовано а и если вы один раз но логично все это простроить и дальше какой-то период жизни вы действительно можете спокойно позволить мозгу по накатанной вот эту структуру реализовывать и спасибо мозгу большое за то что он не будет вас больше напрягать он будет сам это делать но вы должны понимать что если вы стремитесь к изменениям до что у вас например планируется переход на другую должность там или вы хотите смену работы или вы там хотите поменять что-то в жизни да тогда нужно это спланировать спланировать вот так объяснив мозгу другую программу на которую он просто переключиться потому что ему на самом деле все равно что вот так вот автоматически крути но тем самым вы получаете доступ к управлению собственной жизни да и собственными а вот этими всякими ценностями и стратегиями и не только спланировав но и вообще говоря пройдя и инвентаризировав что там находится опять же там на один из любимых наших примеров потому что мы его приводим постоянно на кольцом и брать на этой теме адекватно когда там юноша юноша и девушка сейчас прервемся на вопрос да как мотивировать себя на выход из накатанной колеи александр мы где-то уже говорили повторимся нам не нравится слово мотивация вот если вы смотрите сейчас на свою колею да если вам из нее не хочется выходить то вам же там значит что-то хорошее есть правильно а вы хотите какую-то новую колею окей ладно ну почему бы вы эту самую новую колею ну как-то расширите старую давайте тогда начать расширять старую начинаете точно также прописывать ну чего хочется нового да это новое как и куда будет вписано то есть где это и есть как раз в том что люди зачастую новую колею стараются сделать на одном логическом уровне всего лишь там я буду заниматься спортом решает человек и покупает себе этот спортивную форму а тренажер и велосипеду домашний велосипед который никуда не едет такой стоит на велотренажер называть ой вспомнил покупайте велотренажер велотренажер это уровень окружения теоретически понятно что у человека есть микро навыки которые позволяют ему крутить колеса велосипеда да но если у него стратегия занимает заниматься спортом дома ну действительно ли он его простроил если у него привязаны ли к ней ценности правильные ну то есть вот те которые ему нужны потому что опять же если ты просто купил велосипед то мозг ходит мимо него и просто смотрит на него и думает так классная вешалка ну да там одна часть мозга типа кучу за странный велосипед без колес да и вообще как бы я же уже не не пацан мелкий чтобы велосипедах ездить тут фигня странно другая часть мозга дровать нормально вешалка ништяк удобненько хорошо в результате в результате чек купил велосипед а к нему прицепились стратегии какие статегии вешать одежду да то есть совсем не тот контекст и человек ходит а придут а почему странно почему я не езжу на жизни жеными занимаюсь наверное я ленивый да наверно я лидер и сразу на уровне окружения на вы идентичности сразу идем такую прокрастинатор например да да и как только зашли на высокие логические уровни ну типа я вот такой и там для меня важно полениться лишний раз отдохнуть считаете что вот сразу автоматически начнутся начнут реализовываться стратегии которые про отдохнуть стратегии которые про лень они будут конечно же запускать соответствующее поведение и ваш любимый диван или кресло они всегда будут вас рады принять вот все это очень системно завязано внутри поэтому чем выше логический уровень тем автоматичнее и быстрее срабатывают все нижние для реализации вот этого поэтому вы должны для себя вот действительно определить что вы имеете ввиду под колеей и чего вы хотите видеть там вместо него это действительно очень важно вот и что а ну вот про про пример это наши мы же остановились у нас большое количество вот этих вот кусков кусков этой самой этих самых программ данного логическим уровнем опять же там ну все или частью они могут лежать там ждать своего часа например от парень и девушка встречаются 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 какой-то момент решили всё так на джинить окей лад пока там все от этого цвета прицел один на этом свадебная там свадебная инициация да то есть там может быть ни до чего да может быть там недомыслить утром утром там на следующий день после свадьбы просыпаются два других человека потому что у нее в голове активизировалась идентичность жена да и и весь вот весь весь за ней вся вся структура за ней за да за одну ночь вот она была там девушкой невестой она где-то там жила где-то она как девушка невеста гуляла со своим еще женихом да а какое-то поведение реализовывалось у девушки невеста через какие-то стратегии да там как там ее любовь проявлялась почему-то это было важно и в одну ночь она стала женой это значит что поменялось все а то есть там уже идентичности я девушка невеста нет и ей нет места соответственно запускается абсолютно другие ценности и другие стратегии но поведение они они могут быть конечно же не совсем там абсолютно другие от каждого человека зависит но в радикальных случаях там действительно меняется все и более того у у парня то то же самое вот и теперь тоже муж но тоже фигах поменялось да и утром проснулись два новых человека и чё там не в голове иногда от них самих может быть слегка скрыта вот и тогда мы говорим о том что нам надо бы надо бы в том числе ну как-то простраивать наверное здесь уже не простраивать за просто инвентаризировать инвентаризировать что у меня есть там да то есть там заново знакомиться опять же проходится вместе по всем этим логическим уровнем что для тебя важно что для меня важно а я вот так делаю я вот так делать ну то есть обычно нормально все-таки договорились вот и хорошо бы вот такое знакомство я муж и жена провести до инициации до 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 свадьбы как минимум для того чтобы хотя бы было ну приблизительное понимание того что включится вместо того что есть сейчас да это будет гораздо меньшим шоком и это будет как раз таки почва для договариваться потом та самая та самая техника интеграции логических уровней до которая зачастую собственно и делается с помощью этой самой технологии логических уровней заключается в том что беря какой-то деятельность вверху это область жизни да или планируемую или то что есть уже мы сначала проходимся снизу до верху и проводим инвентаризацию окружение поведение то есть чего у меня вообще есть в жизни что затрагивает это этот контекст ну что приходит в голову мне до что я вспоминаю что я вижу там что я делаю какие у меня действия опять же в этом контексте включены какие такие стратегии какие навыки я применяю здесь чего для меня важно не важно критерии какие могу здесь определять или не могу я кем-то себя называю в этой области или нет это элементаризация причем могу не называть да иногда то есть может быть у человека одна какая-то идентичность стараться кочевать по нескольким неподходящим для нее областям жизни это не это не прикольно это не прикольно потому что когда ну нет возможности формировать гибкие гибкие сложные стратегии ну допустим прошли до верха до идентичности прошли прошли до уровня вверх пошли для идентичности но тут тут не видно тут не влезла картинка там наверху еще в другую сторону нарисованы миссии над системы чуть позже об этом подробней в общем туда мы тоже по проходим чтобы получить там внутреннюю какое-то такое ощущение как бы это было там да и уже в обратную сторону мы идем обратную сторону мы уже идем правильно простраивает уже никого никем я себя считаю а кем бы правильно себя считать ну вот та самая удобная эффективная идентичность не тесто не те ценности которые у меня есть которые я знаю а может быть имеет смысл вот здесь подключать что-то еще до на что-то другое ориентироваться и так вот по всем этим уровнем вот это это вот тот самый коучинговый инструмент который при том что ну не требует не обязательно требует себе оператор это вы можете делать там сами сами с собой да помогающий вопрос пока андрей смотрит текст развернутый помогающий вопрос это когда вы снизу вверх проходите просто констатируя факт что у вас есть как вы себя ведете что вам какие стратегии поведенческие это помогают реализовать и какие ценности реализуются через это и кто я тогда и вот корректируя кто я тогда а если бы я уже был вот тем самым успешным человеком или вот тем самым если я уже стал мужем или если я уже стала женой да то что было бы тогда для меня важно да может быть часть ценности по-прежнему останутся в числе важных но а какие-то добавятся какие-то уйдут а как тогда я эти ценности бы реализовала как было бы понятно что там для меня имеет ценность заботы да или там поддержки да это же тоже реализуется через что-то и каждая из стратегий реализуется через какое-то конкретное поведение то есть и соответственно в окружении вопрос а как если бы я уже был до что тогда то есть посмотреть немножечко вот с другой шкуры вопрос да там развернутый вопрос александр все немножко проще для начала давать определиться что такое новая колея то есть новая колея это это новая область жизни да это вы чем-то новым занимаетесь чем да это в текущем вы ну с каким-то большими результатами работаете например да с большей эффективностью там опираясь или хотя желая других может быть идентичности вот что такое новая колея до часть жизни и потом вы потом уже там не несколько логических уровнях все просто окружение хорошо обязательно мне тогда чего да вы уже находитесь в этом окружении для этой новой коллеги все ли там есть или или нужно что-то добавить дальше поведение все ли вы умеете все ли микро навыки есть для этой самой новой коллеги если не все вопрос ну галочки ставим там тренировать до учиться дальше стратегии что нужно делать дальше там ценности для этой новой коллеги да вы чего будет ну да новая область правильно давайте такой пример да вот человек никогда в жизни не выступал на публике вот не выступал на публике вообще просто и тут все и тут надо тут он хочет может быть тренером хочет стать да может быть просто там спикером за это что-то такое да хочет вот но давайте будем считать что профессию меня хорошо ладно окей и теперь вот он определяет я буду выступать на публике я буду тренером например да я буду там харизматическим оратором вот я я буду и выступать на публике то задается кто и задается окружение где да с кем буду работать публика или там смотрим первую очередь смотрим на окружение хорошо где ну где я буду выступать с кем я буду выступать что уже сейчас есть для этого да где могу уже там применять где могу какие мои контексты сейчас ну как то хоть как с этим связано с выступлением второе микро поведенческие навыки я разговаривать умею умею я руками вот так вот делать умею умею там я стоять вот так вот ровно умею умею я тексты помнить могу могу в принципе микро навыков вроде бы достаточно там ставим галочки для какие-то дальше стратегии в каком порядке их чередовать да как я должен махать руками параллельно с разговором просто так махать или как-то махать как как махать да то есть вот это это уже немножечко стратегии тут мы уже для себя думаем так хорошо как я буду махать руками да выбираем там что-то то есть здесь мы уже формируем этот самый навык потом ладно хорошо а как я хочу выступать я должен быть таким оратором да такие мои критерии какие мои ценности я хочу реализовывать что важно в том чтобы быть оратором зачем зачем я хочу быть тем самым оратором да потому что там ну давайте вы там в некоторых в некоторых смыслах слова до человеку для ораторства нужно только цель все остальное он уже умеет но но какая-то своя цель же должна быть правильно хорошо отцы после этого значит я оратор когда вы это все простроили когда все инвентаризировали у вас либо это все связалось вот в такую прям именно в простроенную идентичность этого самого оратора либо вы просто увидели где у вас эти самые бирки и чего вам нужно доучить чего нужно там чего нужно узнать да если не стратегии выступления вот это просто идете книжечку открываете там все написано вы вы тогда просто знаете что вам нужно читать что читать что тренировать вот на ваша новая колея все и после этого идите тренируйте сделайте все прекрасно зачастую мозг действительно обманывает сознание тем что я типа знаю что это такое и что мне надо делать вот пока эта фраза звучит абстрактном голове без деталей без прописанных вещей соответственно кажется что вот там я могу ну что я же вижу как это делают другие ну я могу и человек там выходит и стратегии резко закончились потому что их там либо нет либо они не не его не они не привязаны к личным ценностям да и никак не поддерживают вот эту личную идентичность потому что она еще не сформирована вот и поэтому вот то поведение которое есть в наличии она никак в стратегию не складывается вот поэтому мы говорим о том что для того чтобы действительно запустить изменения в жизни важно не абстрактно понимать не знаю как это и и что это такое а прописать вот как бы просто повживаться вот в каждый из этих уровней вот а как если бы я вот сейчас стоял да а что бы я делал да как бы это у меня было связано да вот выглядело связано и красиво чтобы это было реализовано в моих ценностях и я мог тогда точно с уверенностью сказать я вот сейчас вот такой специалист только после этого мозг поймет чего конкретно вы от него хотите в детальках это имеет огромное значение для изменений и научиться и более того вы тогда это делаете сознательно потому что вот верхняя часть пирамиды она не влезла видео мы не будем сейчас ничего править там пирамида в другую сторону и там находится то что называется над системы то что называется общности то где находится ну давайте будем говорить так коллективное бессознательное к которому вы подключаетесь через идентичности которую вас подключают через идентичности каждый раз когда кто-нибудь вам говорит там ну ты же там русский например и поэтому да или там ну ты же психолог и поэтому да или там ты же ты ты же мать кижа тет да там ты ж ты ж ну и и что-то еще за каждый раз когда вы вот такое вот слышите будьте уверены это сейчас работает с вашей логической с вашей пирамидой логических уровней то есть как только вы какой-то идентичность для себя принимаете что вы ею являетесь вы мгновенно попадаете туда вот во всех этих людей и и тогда все что все что в этом общем поле про эту идентичность говорится это все сразу начинает говорить про вас то что мы называем коллективное бессознательное вступает в дело и собственно говоря знаете пока у вас пока у вас какие-то идентичности в голове есть но с вами например не связаны условно тот же самый там рыбак охотник например да вы например то есть для вас эта идентичность в голове есть как некоторая но как некоторая абстракция да но к вам она никак не привязана она вот у вас висит она висит ну словно латентной идентичности она у вас тихо мирно заполняется каждый раз когда вы слышите всякого это вот когда вы слышите анекдоты про рыбаков там про охотников про что-то еще да она у вас заполняется по чуть-чуть кусочек уровень окружения кусочек сюда кусочек сюда кусочек сюда кусочек сюда и потом если вам вам вдруг сказали поехали с нами на охоту мужиками на охоту и вы поехали и вы собираться на эту самую охоту будете до исходя вот из того что у вас там сделалось и действовать там будете исходя из того что там делала и вот то самое да там хочет хочет там юноша стать бизнесменом где где и откуда он взял идеи бизнесменства откуда она у него взята из книжек из фильмов давать из всего такого поля и насколько точно там прописано да никто не знает насколько там точно прописан если он находился в правильно кстати как-то в пользу до отчасти отчасти в пользу идея о том что надо общаться только с теми людьми на которых ты хочешь быть похож там вот этот networking да там хорошей компании это правильно но правильно с точки зрения неосознанного воспитания себя да конечно если вы находитесь в некоторые монолитные среде где правильно все говорят как вы хотите у вас конечно в голове все уровни заполнен вот этим правильно но если вы находитесь не в монолитной среде то уровне будут заполнен там достаточно хаотично поэтому имеет значение что вы выбираете даже не столько с точки зрения окружения а это важно но то чем вы более менее можете управлять это литература это видео это фильмы то есть та информация которая вам может быть полезна точно также записывается на подкорку но можно серьезно фильтровать и и естественно этот самый инструмент и когда мы проходимся по уровням туда-сюда это инструмент для того чтобы ну как только например там вы чувствуете что что-то может быть не так хорошо идет в каких-то областях вашей жизни или действительно новая область жизни то имеет смысл пройтись имеет смысл пройти взять бумагу выписать все прямо тут и до выписать проверить там сверху донизу или прям или прям технику сделать саму интегратор магических уровней да вот ну и чё еще там ты еще то все рассказали мы рассказали все если есть вопросы да вы пишите вы тогда уже по вопросам пройдемся потому что сама по себе теория она достаточно простая вроде бы понятно важно просто понимать вот эту структурность понимать системность обратите внимание до что в интернете пирамиды логических уровней нарисована там 4 5 наверное разных форматов то есть во первых сразу то есть как только пирамиды например без верхней вот этой его части это уже плохо ну ладно пусть там хотя бы например там еще верху миссия хотя бы так но как только она как только миссия например уложена вот в нижнюю часть пирамиды это вообще уже вообще не то вообще не туда вот убеждение да да мы понимаем там диус сам своих книгах убеждения располагал на уровнях ценностей вот только там убеждение например о себе для убеждения о том что я умные поэтому она как-то вот не укладывается только на уровень ценности почему заправит идентичность вот убеждения связывают различные элементы внутри внутри пирамиды ну какой пример да нужно привести в очках и лысый это возьму красный фломастер и лысый вот в очках например лысый это уровень окружения это то что мы можем видеть а умный это фактически идентичность умный или чё или бандит конечно вот и вот она вот это вот связка вот так вот и происходит уж нарисую вот это и есть убеждение когда фактически а на основании в какой-то момент сенсорная информация потом она забывается игнорируется просто берется напрямую вот это вот равнозначность тогда мы говорим что да это убеждение да она уже начинает оказывать влияние минуя сознание и проверять и проверять их конечно же тоже стоит проходя по уровням то есть ну умный это это как это что ему важно это что кого это что он делает и какое-то имеет отношение к очкам раз и проверили проверили убеждения вот ну что вроде бы все да все рассказали и по времени объяснили эти перемогу сразу там дает свою новую жизнь возьмите какие-то сейчас для себя интересные цели задачи и просто на листочке прописывая вот все вот эти детали пройдитесь и отследите как вы себя будете ощущать после да вот относительно вот этих ваших изменений вы удивитесь потому что казалось бы техника очень просто но она подключает очень мощные внутренние ресурсы как только вы сместили фокус внимания и как только вы объяснили мозг как ему просто достичь вот этих самых изменений иногда в некоторых областях например да вот так вот после инвентаризации вы можете понять что вообще говорят тут нужно на другую ценность на одну например другую ценность обращать внимание и все сразу становится на свои места все сразу например налаживается да или одна стратегия которую нужно доделать например и сразу или один навык и сразу все становится на свои места это это очень часто бывает просто потому что повторимся да мы мы в процессе развития своего в процессе жизни вот от от ребеночка маленького да там до более-менее взрослого ребеночка столько успевает в голову войти мамы папы бабушки дедушки детские садики мультики там все остальное все а потом мы с этим начинаем жить и у нас там вот местами как вы знаете там на изоленте что-то да там местами там еще как-то вот там на клею вот вот это вот надо проверять классно вот и когда у вас хорошо по хср прописана цель вы ее логическими уровнями просто пишите в свою жизнь то есть она там уже не может не реализоваться потому что мы все уже со всех сторон проанализировали ну что вот как то так ну что вопросов больше нету все мы все мы как обычно понятно доступно структурно и великолепно объяснили ну что мы приглашаем вас подписываться на наш канал ю тубе там уже лежит какое-то количество записей наших прошлых эфиров они в свободном доступе просматривайте в любое время задавайте вопросы по этой теме по тем возможно записям которые мы давали раньше и у вас по ним возникнут вопросы вы пишите будем отвечать а пишите в комментариях можете писать в личку мы все это будем собирать отвечать наших следующих если это тема до который вы хотите пишите пишите обязательно мы будем ориентироваться на ваше желание ну что и и на сегодня все до новых встреч в эфирах следующих эфирах мопитиви мопитиви самое полезное телевидение в мире счастливо